привет дорогие друзья сегодня я тут хочу обсудить одну тему я тут почитал комментарии ну и вообще послушал свою речь и понял что я довольно сильно гнусавлю так это по называется мне даже писали что гашен да у тебя походу гайморит ну или что такое ну это не гайморит это что другое вот я сходила кунтер и выяснил что я раньше боксом занимался да и вообще любил подраться в школе и в институте и у меня тут частенько ломалась плюс у меня были сотрясение мозга очень сильные ушибы и вы видите по моему поведению что они были есть эти аномалии и у меня там короче какие-то пазухи деформации из-за этого у меня отчет там накапливается не знаю поэтому мне тяжело дышать через нос и голос такой гнусавый получается есть куда же упражнение вы берете вот так вот делаете штуку ну зажимаете нос и допустим если вы обычно вот так вот говорите на вот это значит вы гнусавить и да в принципе когда вы вот так зажимаете можно тренироваться говорить нормально понимаете то есть на звуки м и н вас будет все равно гнусавый голос но в целом таким образом можно исправляться понимаете то есть если говорить как обычно получается так да как бы в нижней диапазоне проталкивать звук и формировать его получается без гнусавости но в целом все равно тут такая хрень что болеть начинает надо голова там мокроты накапливается в общем и я такой сексуальный рассказы про свою мокроту вот меня собственно со школы не беспокоило я не знаю я думал что я в старших классах амфетамин употреблял думал может я там все слизистую сжег и может как с этим связано но видимо нет потому что я сходился повторяю к специалисту и он сказал что блин это как бы обычная рутинная операция но она как бы хирургическая то есть не там полный наркоз будут делать и прочее вот соответственно довольно дорогая тема то есть несколько тысяч долларов стоит но я вот раздумываю может туда пойти и сделать эту тему то есть во первых ну головная боль там и прочее пройдет во вторых у меня будет лучше голос я стреляю я нагибаю я бы такую я там стреляю нагибаю детка я хочу понюхать твои трусики взять тебя полностью то есть как бы в этом плане тоже прикольно ну и плюс станут вот тема эстетически неприятная вот а так мне еще есть вариант чуть-чуть доплатить и сделают короче пластику носа то что у меня там нос несколько раз сломался я дрался регулярно дрался особенно когда я пил алкоголь я очень часто вел всякие драки нарвался на всех подряд на кого было не лень да и друзья у меня такие же были оболтусы вот но я подумал что не оставлю я сломан нос то что мне еще давно предлагали его вправить я подумал не то есть это что-то там внутренний хирург поменяет все будет нормально и дышать носом смогу хра пропадет крутая тема но как бы нос останется кривым меня не против этого то есть я не модель и прочее кривой носу на кучу тэм сюда иди там пару тебя и сразу такого до этого парня сломаный нос лучше не не связываться и руки трясутся и человек убегает вот так это все представляю своих мечтах на самом деле мне просто ломают переносицу и и переносится в мозг переносится хрипит он и падает вот так что я там типа должен будет подготовиться лечь на лабораторную какую-то шри шишнягу и мне потом будут делать пару дней операцию поэтому я вообще буду отсутствовать не знаю какие от наркоза отойду есть такая тема что после наркоза память ухудшается и вообще деятельность мозговая но меня уверил специалист а он прям видно такой хороший человек видно что благочестивый очень глаза честные и ну вообще неважно там владелец клиники очень хорошего врача нашел и в общем чем я вообще говорил мне не нужен наркоз в ней так с памятью проблемы в общем чтобы у меня не было проблем но он не уверил что там все будет в порядке я еще решил поговорить с анестезиологом который будет мне определять там анализы делать определять вещество которым не будут вводить посмотреть про это вещество действительно ли она не имеет побочки еще вопрос тут по поводу гнусавости что когда это уберется я смогу нормально носом дышать у меня привычка да говорю то есть я очень говорю делать такой вдох и потом опять вдыхать но идея в том что это неестественная реакция этот на ютубе посмотрел про про ну про голос там про всю эту тему и почитал там не почитал почитал по губам посмотрел что там человек говорит таким занимается что когда мы ртом вдыхаем то мы сушим здесь себе горло и соответственно нам тяжелее тяжелее всего его использовать все но не должно сушиться и это вообще неестественная реакция то есть обычно человек носом дышит и это успокаивает там спокойно человек там и так мы сегодня поговорим о том как убивать маленьких котят чтобы их убить нужно взять большой кисак и мощным ударом отрубить им слюня 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 только чтобы тут как показать на камеру вот вот по такой траектории вылетела это было важное замечание конечно по поводу слюны то есть например когда мы каут слушаем да как тот говорит если там полный хаос там все взрывается вокруг но рядом такой человек все нормально возьмите гранаты возьмите пилу расстреливайте всех кто будет пытаться подойти к нашей машине и постепенно продвигаемся вперед убивая всех людей нам нужно выбраться из города как-то спокойный голос мы сами успокаиваемся а когда и господи берем гранаты надо убивать всех я не хочу никого убивать не хочу никого убивать в итоге у нас как бы все начинают паниковать вот то же самое то есть но голос влияет когда ну то есть я как бы сам беспокойнее становлюсь и соответственно когда вы слушаете вы тоже не как бы неосознанно тоже как бы подхватывать эту тему но если то тут просто каждый раз будет прибой такой на микрофон идти то что блин у меня я раньше точно не замечал последняя задача с этим вопросом меня косну тяжело носом дышать вот если тема решит проблема решится во первых я не смогу кропить не смогу да не смогу я же буду спать и это тоже хорошо потому что если решил выжить в постапокалиптической реальности допустим в лесу и будут где-то идти зомби и вдруг я буду они меня примут за своего или просто тупо найдут меня и сожрут в общем не очень хорошо быть съеденным зомби вот да кстати обратите внимание тут перестановка но потом как-нибудь в другом видео покажу как тут вообще надо комнату бы показать может быть хотят нам никому не интересно так вот и цыганка мой дядь написал так вот и я думаю когда я сделаю операцию мне будет ну во первых легче будет говорить потому что я буду через нос дыхать соответственно голосовой связки не будут сохнуть и поэтому можно будет дольше там говорить сейчас смотрю по своим видео я бы что здравствуйте дорогие друзья сейчас мы убьем этот танк и уже голос просто пересыхает горло напрягается и я приходится выключать а это слишком палевно короче тоже тяжело вдыхать и надо усилий делать в общем я думаю сделать операцию большинство упирается в деньги и время и ну страх у меня такого нет там но блин это такое приключение волшебное приключение вот собственно поэтому меня не будет какое-то время себя решу но это там надо будет за несколько недель бронировать поэтому какие-то видосы не смогу делать че еще ну может быть голос изменится будет забавно то есть вот тот то сейчас это видео посмотрит да он будет в курсе событий поэтому вы сможете какое-то время обращать внимание на мой голос но потом как бы обратите внимание что что-то изменилось да и мне тоже может быть у меня еще голос изменится сильно то есть я бы такой детка хочешь понюхать маячки ну да детка возьми меня полностью либо может я считать пескле мне песка не будешь на голосовые связки не будут задействовать гнусавости берется в общем вот такие дела я думаю стоит на это решиться и ну выкраду где-то возьму себя пару недель времени чтобы там все дело подготовить вот провести операцию я думаю никаких осложнений не должно быть я надеюсь на это надеюсь закрестил пальцы даже вот волшебные пальцы скрещены были значит все получится вот такие дела так что да там еще были какие-то вопросы не знаю нагибас это не нагибас мне просто хотелось записать это видео посмотреть потом на себя подумать так угощаем я помню когда ты еще гнусавил у тебя была огромная борода и у тебя были большие волосы на голове и еще у тебя был канал есть видео где ты можешь посмотреть как ты рассуждал об этом как ты волновался или не волновался об этом и тебе и буду таков парабам пашки без стесняшки ем какашки ладно пока я не скатился в полное морковесие то что я уже завожусь я завожусь я начинаю нести всякую чушь и кашин пожалуйста неси всякую чушь но почему бы и нет почему нести всякую чушь но лучше остановиться лучше остановиться гошин остановись пока не поздно благодарю за внимание дорогие друзья до новых встреч